привет друзья хочу рассказать о производстве о некоторых моментах моменты которые достаточно очень сильно влияет на то на успешность в производстве я до них дошел в течение 10 лет шел во всяком случае это замечал в то же время мне было сложно это все понять потому что все в округе работали как-то по-другому и так на что нужно обратить внимание первое что на что можно обратить внимание это на взаимодействие на взаимодействие на действие людей потому что здесь нужно понять если я раньше примеру не объяснял человеку что нужно делать или как себя вести или как я буду с ним работать то сейчас я уже стремлюсь к тому чтобы полностью ему объяснить что я хочу от него получить чтобы он понимал что он все же работает на себя где я хочу чтобы он стал лучше потому что это взаимодействие оно будет в итоге полезно и для меня и для него прежде всего это что когда мы воду работаем в коллективе мы ведь стремимся к тому чтобы у нас кто-то был автономным мы хотим чтобы и разнорабочие были автономные и механизаторы вот если мы объясним людям что такое автономность и что мы хотим в действительности от них то это здорово потому что не всегда мы сами знаем то чего мы хотим а тем более если если мы не знаем чего хотим откуда знает тот человек который будет какую-то там выполнять работу злимся на именно злимся не на себя а на этих людей так вот так вот поэтому здесь нужно стремиться к автономности когда ты к примеру требуешь человека к автономности но даже требуешь и ты ему даешь возможность быть автономным он уже готов принимать сам решение потому что он исходя из своего опыта может тебе что-то предложить во всяком случае он предложит тебе самый лучший вариант который он может сделать если ты ему это объяснишь если у вас будет очень 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 такое тесное сотрудничество поэтому это сотрудничество иной раз сворачивает горы это очень важно то есть я хочу вам рассказать некоторые примеры о таких сотрудничествах то есть если вы будете поддерживать своим на своем предприятии благоприятную среду будете понимать все что происходит это кстати очень важно понимать все что происходит потому что когда ты не понимаешь чего-то человек старается старается в итоге у него энтузиазм этот пропадает то есть понимать нужно все снимать абсолютно все кто она то сколько стоит то на что спас и способен ли вообще это человек на что-то еще кто не способен чтобы не приравнивать человек который ничего не может к тому кто может все Иногда получается так, что все люди, которые работают у тебя на предприятии, ты их выравниваешь, и в итоге и по деньгам, и по отношению, и проблемы получаются. Получается, потому что у людей опускаются руки, те, кто мог бы стремиться к хорошему, уже не стремится, потому что хорошее это пропадает, люди, они его уже не делают, и в итоге возникают какие-то проблемы. Так, итак, расскажу несколько примеров, к примеру, я вот все задумывался, почему, почему какие-то технологии не рождаются на предприятии, почему, вот знаете, холдинги работают, они там закидывают что-то, и точное земледелие, дифференцированное внесение, и какие-то системы достаточно хорошие, которые позволяют получать прибавку. Ну, вот они закидывают, пытаются их внедрять, а это все неплохо. Или есть предприятия, где никто ничего там не пытается внедрить, а там все время что-то новое рождается, всегда рождаются новые технологии, всегда эти предприятия в авангарде, люди там улыбаются, довольны, ничего плохого никогда не услышишь, а если услышишь, то это, во всяком случае, не об этом предприятии. И на таких предприятиях чаще всего рождаются технологии. Так вот почему. Все же я пришел к мнению, к тому, что среда рождается. Люди, взаимодействие с людьми, твое взаимодействие с людьми, твое небезразличие к тому, что происходит в производстве, может рождать технологии. Оно может рождать технологии, как у тебя, когда ты, как собственник или как специалист, будешь пытаться что-то внедрить. Это будет легко очень происходить, потому что, во-первых, это будет твоя инициатива, и ты, может быть, будешь где-то, может быть, на 30-40% это все внедрять, как человек, который знает, как это сделать. Ты будешь пытаться объяснить, но это тоже, возможно, они будут на тебя смотреть и думать, что это нужно. Это нужно, это правильно, если ты правильно объяснишь, то, естественно, это быстрее все пойдет. Но это среда, то есть, если у тебя благоприятная среда. Если же у тебя среда неблагоприятная, если у тебя все время кнут и иногда пряник, то хоть что-то делай, у тебя ничего не получится. Ты будешь весь на нервах, у тебя все время будут какие-то проблемы, у тебя всегда будет кто-то виноват. Оно всегда так. Люди, люди, на технике ты им не платишь зарплату, они думают о том, как погасить кредит, в итоге делают то, что ты, может быть, хотел, чтобы сделали некачественно, но делают некачественно. Или качественно, но что-то не растет все равно там урожай. Короче, нужно создавать хорошие системы, нужно создавать среду, нужно понимать, кто ты, нужно давать людям возможность понять, кто они. И тогда все технологии и все будет внедряться. Потому что, если мы сейчас с вами начнем говорить о технологии, о самой конкретной технологии, то не факт, что эта технология у нас может проявить себя, чтобы получить какой-то офигенный эффект. Ну вот, допустим, к примеру, у меня много случаев было таких, когда вот мы выезжаем рано сеять, любой механизатор мог бы сказать, что, блин, забивается, не пойдет. А мы чуть ли не сеем в грязь, у нас чуть ли, я не знаю, там, ну, как бы не очень-то приятно работать, да. Но в то же время, редко кто скажет, если уж совсем не идет, механизатор скажет, не пойдет все. То есть, это будет правда, это он сделал все, что мог сделать. Вот, понимаете, если вы для людей будете делать все, что вы можете сделать вот на данный момент, чтобы создать им благоприятный климат, то у вас будет все отлично. А если вы даже без денег, если вы даже, у вас денег нету, но это честно, это правда, люди будут работать все равно. Потому что они будут уверены в том, что вы им все равно, они уверены в том, что вы им заплатите, вы будете с ними работать честно. Так, это вот такие вот моменты, они несложные, они достаточно простые, кто-то хочет поднять, поднять. Ну, нужно начинать с себя, прежде всего, а потом уже переходить на других людей. То есть, вы, один человек может много чего сделать. А если это группа людей, то вы можете создать, будете делать такие великие дела. Но если вы будете создавать климат. И нужно понимать, что деньги это следствие, а не... Деньги это следствие. Следствие. Всего хорошего вам.